Доброго времени суток, YouTube! Сегодня я хочу поделиться с вами небольшим обзором на автозагар от компании Clorans. Итак, автозагар. У них много разных автозагаров есть в баночках, в тюбиках, кремовые, гелевые, муссовые, окрашенные, неокрашенные. В данном конкретном случае я хочу вам показать вот такой в тюбике. Он для лица и для тела. Это написано, что это желе, ну по-французски желе будет, да, по-английски self-tanning instant gel. Неважно. Написано fresh and non-oily, то есть свежий и не липкий, не жирный, не содержит каких-то жировых компонентов. Сделан во Франции. 125 мл. У нас тюбик вот этот стоит где-то в районе полутора тысяч, ну без скидки в Ильдеботе. То есть ценник такой, ну достаточно приличный. Значит, что про него я хочу рассказать. Он не окрашенный, это обычный такой прозрачный, беловатого оттенка мусс. Вот так он выглядит. В первый раз, когда я его наносила, мне понравилось, что гелевая легкая консистенция очень быстро распределяется по коже, очень хорошо впитывается, буквально пара-тройка минут, и вы можете одевать свою одежду. Он, соответственно, не будет оставлять отпечатков, он не будет оставлять каких-то следов непонятных, неразмазанных, и вы будете сто процентов уверены, что все нанеслось равномерно. Впервые я его использовала, соответственно, в открытом, ну стоя не в ванной, в открытом помещении дома, и мне показалось, что и запах у него терпимый, и все, в принципе, в нем таких уж особых минусов нет. Запах появляется такой резкий, появился, когда уже, видимо, кожа начала реагировать, то есть вот этот вот запах автозагара, невыносимый, противный, и достаточно едкий. Но могу вам сказать, что в любом автозагаре, каким бы я ни пользовалась, и который сразу дает оттенок, и который, знаете, наслаивается вот таким вот постепенными, день ото дня, все сильнее и сильнее проявляется. Везде я чувствую этот запах. Он для меня абсолютно одинаков, он для меня абсолютно неприятный, и если я пользуюсь автозагаром вечером, то с утра мне приходится, то есть вечером душ, и с утра тоже приходится идти в душ, в любом случае, потому что я просто ненавижу этот запах. Вчера я попробовала этот автозагар второй раз, и ожидала, в принципе, такого же результата, как после первого применения. Могу вам сказать, что результатом я осталась недовольна. У меня появились заломы вот здесь на руке, то есть вот не очень хорошо, хотя я очень тщательно распределяла, чтобы получилось ровно, как в первый раз. Обычно вот внутренняя поверхность рук, она всегда страдает, как бы это такое слабое место. И подъем ног оказался, вот прям самый-самый подъем от стопы, где в голень переходит, оказались прям вот такие вот серьезные пятна, хотя я использовала всякие такие хитрости, да, для автозагара. Я предварительно все сухие участки кожи обработала кремом, то есть вот локти, колени, и у меня подъем ног тоже сухой. Сухая там кожа. Все равно, вот, пожалуйста, два локтя посмотрите, видите что, пятно. Здесь вот успела, видимо, как-то так вот хорошо нанести, размазать, ничего не осталось. На этом локотке осталось пятно. Причем такое пятно, ну, просто от ас. И на одном из подъемов на ноге, вот на одном не осталось, а на втором более явно видно, что прям вот пятнышко такое некрасивое. Так что, как говорится, лимон мне в помощь, и надо осветлять. И запах. Да, вчера я наносила в ванне, Боже, этот запах, он меня преследовать начал буквально сразу после того, как я открыла тюбик. Это просто, там даже отдушки никакой нет. Это просто сразу резкий такой вот запах чего-то химического, даже не автозагара, вот он усиленный в несколько раз, просто бил в нос, потому что я с закрытой дверью это все делала. И мне потом не понравилось, что он впитывался дольше. Я потихоньку себя щупала, и я ощущала вот эту вот, ну, вроде кожа, да, и все равно мне было страшно одевать одежду, потому что я реально боялась, что будут заломы, или отпечатается неровно, то есть следы останутся. И мне казалось, что он вроде и не жирный, но какой-то липковатый. Вот кожа на ощупь такая неприятного, неприятная на ощупь, то есть она мне казалась липкой. Вот, поэтому очень двойственное у меня мнение сложилось. С одной стороны, он дает очень натуральный, вот это абсолютно мой цвет загара, то есть я вот именно так загораю, постепенно, не очень ярко, без оранжевости. Ну, я такая слегонца, такая желтенькая становлюсь, поэтому мне, в принципе, оттенок, ну, очень-очень устроил. Все хорошо, вот кроме этого запаха. И ценник, конечно, тоже у него приличный. И получается так, что в каждом из автозагаров есть свои плюсы и минусы. И цена, как я понимаю, тут совершенно-совершенно не при чем. Вот, поэтому честно вам скажу, вряд ли я еще куплю повторно вот именно такой. Думаю, что нужно, наверное, переходить уже на автозагары, которые имеют тон, которые тонированные. Но там свои нюансы, свои тонкости, и поэтому, наверное, будет, если я не впереду, это будет, конечно же, отдельная вещь. Спасибо вам большое за внимание. Всем всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. Я есть в Твиттере, ВКонтакте, в Инстаграме и на Фейсбуке. Всем удачи и пока!